Ну, как видим, орехи универсальный продукт, и сейчас мы сможем ими позавтракать. В Ореховый Спас они будут особенно актуальны. А приготовит блюдо нам сегодня повар кофейни, кофе, чай и рок-н-ролл Виталий Бурлай. Виталий, проходите к нам. Виталий, проходите к нам. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Просим. Итак, что за блюдо мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить очень простой, легкий салат. Салат из рукколы с кедровыми орешками. Есть у него какое-нибудь изысканное название? Ну, название пусть будет рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Прекрасно. Пока готовим салат, да, хотелось бы обсудить еще такой момент. А вообще орехи, насколько они на кухне необходимы повару, как продукт? Ну, вообще, как бы орехи обычно добавляются в салаты. В общем, мы сейчас начнем. Давайте только перечислим ингредиенты, чтобы зрители были вкуснее. Так, наш салат сегодня будет состоять из помидорки черри, салат руккола, кедровые орехи, моцарелла, пармезан, масло оливковое и крем-бальзанин. С чего начинаем? Начинаем, думаю, с помидорок. Давайте. Итак, вот пока режем помидоры, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас только что смотрели сюжет, да, там в основном говорилось о десертах. А если мы берем основные блюда, вот с каким мясом, может быть, с какой рыбой орехи лучше всего сочетаются? Ну, орехи, я думаю, с мясом вообще не очень сочетаются. То есть не очень хорошо. А с чем же хорошо? С салатами. С овощами? С салат, десерты. Ну, а давайте перечислим конкретно, какие салаты? Салат можно в греческий добавить. Очень хорошо сочетаться будет. Но вот ваше меню, вы в каких блюдах используете именно этот ингредиент? Только в салате рукколу. Только в нем? Ну, зато мы получим фирменное блюдо к ореховому спасу. Итак, а крупно ли будете нарезать черри? Пополам. Пополам, то есть большому куску и рот радуется. Кстати, я заметил, что многие повара еще рукколу не режут, они ее рвут руками. Она так вкуснее или зачем? Ароматнее как-то. Да, она не то, что даже ароматнее. Просто как бы, когда режешь ножом лист салата, повреждаются волокна, и салат начинает веять. Дима, а ты у себя на кухне вообще используешь орехи в приготовлении? Ты же любишь готовить? Да, я готовить люблю, но орехи я добавляю действительно в десерты. Иногда действительно я посыпаю орехи мясом, точнее наоборот, мясо я посыпаю орехами и очень люблю добавлять перетертый фундук или перетертый грецкий орех в кофе. А я очень люблю орехи заливать медом, если еще с врагой, это очень полезно и для сердца, и вообще для самочувствия. Кстати, да, я наблюдал, у меня жена как-то один раз одно время очень любила делать такие домашние казинаки из фундука и арахиса. А вот почему, кстати, в салате вы используете два сыра? Очень хорошее сочетание. Моцарелла и пармезана. Мягкого и твердого. Ну что ж. Я хочу спросить, вот секрет у вас. Тоже люблю очень рукаву, но иногда она у меня оседает. Вот что сделать, чтобы она не осела? Чтобы она заправляет перед подачей. Сразу. Вот как мы сейчас готовим, так у нас и будет правильный салат. Да, то есть не как мы дома привыкли, наготовили тазик, рукаву и поставили на неделю в холодильник. Так, значит, это масло мы добавляем. Вы все делаете на глаз? Да. Я предлагаю тогда орешков побольше насыпать в салат. Я тоже за. Да, они вкусные, полезные и плюс ко всему еще и праздник. Ну, а вообще, если мы берем ингредиенты, вот для меня, честно говоря, рукола, как такая еда, это, в общем, трава. Так, что еще можно использовать для сочетания томаты, орехи, сыры? Что-то еще в этот салат. Да, что еще в этот салат можно добавить? Что можно добавить? Да, что не испортит. Ну, вот крупному мужчине я хочу позавтракать плотно. Можно мясо пожарить, добавить. То есть туда можно спокойно жареное мясо. То есть лишнее не будет? Да, я все-таки был рад. Главное, чтобы вкусно было и чтобы понравилось. Виталий, вот вы то, что делаете, комментируйте, потому что нам интересно, мы же такого не умеем готовить. Так, сейчас дальше, дальше, дальше мы будем выкладывать на трелку. У нас остался твердый сыр, неиспользованный. Это в конце будет. А, то есть сейчас мы будем перележивать. Так быстро. Это легкий салат простой. Великолепный рецепт. Хороший утренний момент. Хороший рок-н-ролл. Проснулся, нарезал салат, сварил кофе, 5 минут завтрак готов. Представляешь, если бы мы еще не разговаривали, Виталий бы нарезал бы все за минуту, мне кажется. Кстати, этот салат очень диетический. Подойдет тем, кто на диете сидит. Ну, не для меня. Вообще, вот в праздник, в такой ореховый спас, да, он считается орехово-хлебный. Вот из своего меню, что бы вы порекомендовали попробовать? Штрудель. А он тоже с орешками? Да, там орехи, только там грецкие орехи идут. А какое еще, может быть, фирменное блюдо вы порекомендуете? Что бы люди к вам пришли и отведали? Это спагетти с каракатицами. Так, что у нас осталось? Осталось сверху пармезан. Крупно вот так, аппетитно. Главное, чтобы красиво все было. Я уже проголдался, если честно. Я еще когда увидела ингредиенты, я хотела все это растаскать. Ну и правильно сделала, что ничего не трогала. И в финале орешки. Я предлагаю высыпать. Побольше, да? Да, давайте побольше. И крем-бальзамик. Замечательно. Причем мы его не солили, не перчили. И такая цветовая гамма радостная, утренняя. Просто волшебно выглядит. Салат готов. Салат готов. Ну что ж, друзья, неплохая возможность вообще в Ореховый Спас угоститься вкусным салатом с использованием любимого продукта. Ну, я думаю, мы ответим во время следующего сюжета, да? Да. С вами вместе. Да. А пока напомним, у нас в гостях был повар, кофейник, кофе, чай, рок-н-ролл Виталий Бурлай. Запись беседы вы можете найти в группе «Утро с вами» ВКонтакте или на сайте tumantime.ru. На этих же ресурсах, а также на сайте вслухру, можете оставлять свои комментарии и вопросы к гостям будущих программ. И они обязательно попадут в эфир.